С 25 октября на Ямале вход в учреждения общепита, бытового обслуживания, спорта и культуры доступен посетителям с действующим QR-кодом о пройденной вакцинации от коронавируса. Как соблюдаются действующие ограничения, контролируют представители администрации, сотрудники полиции и управления по делам ГОИЧС. Члены межведовственной комиссии в ходе рейда посетили десяток различных учреждений города, парикмахерские, кафе, студии красоты. В центре внимания – наличие у работников и посетителей заведений QR-кодов о пройденной вакцинации, а также соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Мы все знаем, что с 5 числа у нас введено по заведениям бытового обслуживания, по общепиту, обслуживание клиентов только при наличии QR-кода. Да, у меня есть такое. А у клиентов? У клиентов тоже есть, и всё проверяется. Накануне введения новых ограничений для ямальских предпринимателей провели онлайн-встречу, на которой разъяснили бизнесу нюансы работы в новых условиях. На связь вышли примерно 200 предпринимателей. Безусловно, в первую очередь мы направили это постановление санитарного врача, мы направили изменения, которые внесены в 29ПГ, разослали всем на электронную почту, обзвонили практически всё предпринимательское сообщество, которое сопряжено с работой именно с этими ограничениями. Если у ваших сотрудников есть медотвод, он работать сможет, имеет право на это, обслуживать клиентов, но сам уже пойти куда-то обслуживаться не сможет. Специалисты вновь и вновь объясняют предпринимателям и сотрудникам, что посетителей необходимо принимать и обслуживать только при наличии сертификата о вакцинации с QR-кодом, либо медицинского документа, подтверждающего перенесённое не более 6 месяцев назад заболевание. Также можно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, который проведён и получен не более чем за 3 дня до посещения. Задаются такие вопросы. Имеет ли право работник работать с медотводом? Работник действительно имеет право работать с медотводом, но сам он уже никуда не сможет пойти и получить какую-то услугу. Ни в предприятии общественного питания, ни в парикмахерских. Проверить код можно с помощью смартфона, наведя его фотокамеру на предоставленный посетителям QR-код, либо скачать бесплатное приложение. Когда код отсканируется, на экране появится соответствующая информация на зелёном фоне, первые буквы фамилий, имени и отчества человека, а также дата рождения и паспортные данные. Если код загорелся красным, он недействительный. Наказаны будут они, и наказаны будете вы. Штрафы очень серьёзные, очень большие. Поэтому в ваших интересах выполнять требования. Контроль за наличием указанных документов – мера обязательная и безоговорочная. Её исполнение полностью лежит на плечах предпринимателей. Если человек без QR-кода каким-то образом проник в учреждение, где введён контроль, то ответственность за это ложится не на него, а на бизнесмена. За неоднократные и грубые нарушения деятельность предпринимателя могут вообще приостановить. Хотелось бы напомнить жителям города об ответственности, которая наступает в случае нарушения постановления губернатора. На физлиц – это от 1000 до 30, а на индивидуальных предпринимателей – от 10 до 50 тысяч. Торговые точки освобождены от обязанности проверять QR-коды, но и там по-прежнему должны следить за наличием на лицах посетителей медицинских масок и проводить необходимую санитарную обработку помещений. Рейд показал, что практически всё предпринимательское сообщество нашего города в курсе введённых антиковидных ограничений и придерживается их. Нарушений в ходе рейда не выявлено. Проверка QR-кодов подтолкнёт пока ещё не привитых от COVID-19 граждан поскорее пройти эту процедуру, что снизит темпы распространения инфекции. Эрнест Бавшин, Анна Марий, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.